я когда переехал думаю ой ну все море рядом буду ездить туда каждый месяц а может быть даже два раза в месяц гулять я люблю море но в итоге с тех пор как я переехал в амстердам не по пальцам одной руки мне кажется можно пересчитать сколько раз я была на море короче сегодня рождество ну как и я решила съездить погулять на море поехали со мной так беру с собой книжку чтобы читать поезде беру с собой не промокаем рюкзак одеваюсь тепло в зимнюю куртку шапку кашмировый шарф и перчатки сейчас не продаваем еще раз приехала из москвы у меня сломанные старые чемоданы я никак не могу их вынести на помойку выносить нужно по понедельникам понедельникам с утра и вот я уже второй третий пиндельник не успеваю то есть так все же открыли дверь вот мой велосипед господи давай дружочек зачем мы подчурить и вальтерт хайк пиццы как потолка батончиков вот эти я вчера их попробовала мне они понравились набор морского туриста на самом деле сейчас считаем вместе сколько в итоге у меня займет дорогу до моря 20 минут на рельке по станции спейсдами там по идее 15 минут сколько будет стоять поезд не знаю специально не проверял он по идее не ходит часто одной рукой снимаю на второе у меня такая непродуваемая перчаточка приехала на станцию мой поезд через пять минут чуть было не села не в свой поезд хорошо что проверила направление сверила с гуглом в общем мой сейчас придет через пару минутчик до моря ехать в итоге 24 минуты с 5 остановками разные поезда есть есть какие-то более скорые за 15 а есть вот подлиннее подлиннее вот он мой поезд едет медальчик сouse участок вы Солнышко светит такое, прям погода крутая. У нас тогда им было Пасху, было тут прям солнышко. Интересно, открыто сегодня? Утробродимся с селедкой или нет. Прям проверим, тут несколько. Взяла подрывок селедкой, теперь его надо очень быстро съесть, пока его не съели чайки. Блин, надо очень вкусно. Солнышко светит. 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 Сейчас у них есть рядом. Это же не пленан. Солнышко светит. У нас тут все много людей ходит. Я думала, прям совсем никого не было. Солнышко светит. Солнышко светит. Ну ты что, морские звезды. Абсолютно мокрая ботинка. И я точно еду домой. Последний раз, когда у меня были мокрые ноги, я гуляла, как дождь. И все это закончилось. Цистиль. Давайте. Хорошо, что, в принципе, не очень холодно. И, не знаю, плюс 10. Не холодно, ноги не мерзнут. В общем, надеюсь, не заболею. Взяла себе кофе. Сейчас буду ждать на лавочке. Ура-ура, дождалась. Сейчас я поем своей любимой пасты. Это все эти итальянские закусочки. И они есть в Голландии только на вокзалах. В аэропорту даже их нет. Они очень вкусные. Моя паста. Теперь надо найти свой велосипед. Ага. Вот он мой, дорогой. Так. Так, распаковываем велосипед. На самом деле, ноги уже капец замерзли. До дома осталось 10 минут. Прям надо ехать. И завариваю горячий чай. На самом деле, получается, море далеко. Потому что я сейчас глянула видео, где я промочила ноги. Я сняла ее в 13.30. Вот я сейчас зашла домой. Время 15.30. То есть это два часа в одну сторону. Получается, от пляжа дойти до станции. Хотя там недалеко чуть-чуть подождать поезд. Проехать пару остановочек. И как бы на велике обратно от станции до дома. Блин, ну два часа. А кажется, о, блин, море рядом. Чего? Села, блин, поехала. Ну вот я села и поехала. Села. Села. Ноги прям замежли, если честно. Сейчас пойду за имбиром.